Кубинский спортсмен Заметим, что это олимпийский чемпион По седьмой француз Губер По восьмой румын Мирончик Флорин И по девятой Александр Жуковский Вот Андреас Дитмир нам показали Канадист там с халм Ну здесь конечно будет очень интересная борьба Между Дэвидом Калем из Испании И Андреасом Дитмиром, я надеюсь Всех удивил этот парень в предварительном заезде Вадим Меньков Действительно молодой спортсмен В общем до этого никакими победами В международных регатах похвастать Только в кануе четверки выступал Но тем не менее он поробрался в финал Сразу победив в первой же квалификации Ну это олимпийский чемпион Афин На этой дистанции Кстати и Дитмир, который по второй воде Тоже был среди призеров Впрочем как и Вайда И так же как и в первом финале Все три призера Афинских игр присутствуют вновь сегодня на старте финала Обратим внимание и на этого парня Чемпион Европы Флориона Георгина Мирончича Ну и поболеем за Александра Жуковского И тот и другой Кстати и Румын и Белорус Будут участвовать и в другом финале Кануе-одиночек Это 500 метровая дистанция Разумеется Но это уже завтрашний день Заключительный день Регаты К сожалению Опять мы констатируем Что без участия российской лодки Без Виктора Милантьева Проходит этот финал Ну не пробился в этот финал И не пробились еще и Юрий Чибан Сильный украинский каноист Михаил Емельянов Из Казахстана Ну что поделать Только девять финальных дорожек Только девять финалистов Вот они Сильнейшие каноисты Мира Готовятся Я заметил что все судьи стартеры Прибегают к одной и той же уловке Ну наверное ловко это не назвать И прекрасно об этом маневре Словесном знают все спортсмены Объявляется 10 секундная готовность До старта и тут же дается старт Открываются ловушки да Нужно уметь конечно попасть Иначе можно задержаться И уже никуда не уехать Вот Дэвид Каль почему-то Отсиживается сейчас сзади И Мирончик по-моему захватил лидерство Кроме Менькова Венгар Вайда и испанец Каль Также не выходили лишний раз Как все остальные спортсмены На эту дистанцию Чтобы квалифицироваться Классифицироваться в финал Ну уж не знаю хорошо это или плохо На мой взгляд у каждого свои Способы подготовки И может быть как раз отсутствие соревновательной практики Не для каждого спортсмена Особенно как мне кажется Для молодых ребят Есть благо Ну вы знаете Мы знаем тактику Андреса Дитмера Минков А сенсация Сенсация первая Квалификация Которые мы уже говорили Хочет повториться И автором этой сенсации Может быть Вадим Минков Он идет Ну не будем говорить пока На победу Уверенно Уверенно Еще больше половины дистанции Но идет Посмотрите Целый корпус Каноэ Это все таки сколько 5 метров Да 5.20 Каноэ Одиночка Но знаете Не слишком ли сильно он Как говорится Рванул Как бы Я бы сказал Что остальные Сейчас Преследователи Они вот выставили Да вот Дэвид Каль Вот очень уверенно Да Не бросились за ним И первым Вот в погоню Серьезно бросился Сейчас Венгер Нет по моему Дэвид Каль Да 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 Дэвид Каль Разумительно А за ним идет Как раз Атила Вайда Конечно Дитмир Выцечемпион Олимпийских игр 2004 года Не в лучшей кондиции Находится Да Это наверное Вы уже заметили Потому что он стартовал На второй воде И сейчас идет Последним Он даже не попал В финал на 500 метров К сожалению Какие-то проблемы Со спиной В прошлом году Уже Эта проблема Возникала Вот Ну посмотрим Пока Узбекский спортсмен Вот сейчас Узбекистка Болельщика Вадима Менькова Потому что Он останавливается Буквально на глазах А ведь Еще идти Больше 250 метров И вот теперь ясно Что начинают Своё финишное ускорение Такое стережное Дэвид Каль И Атила Вайда Мне кажется Между ними будет борьба За чемпионский титул Несмотря на то Что Меньков Пока Держится Держится Молодец Молодец Ну Посмотрим Очень интересно А как синхронно Красиво В один такт И абсолютно С одинаковой техникой Скоростью Мощью Идут Два Пока еще Два Атила Вайда Чуть-чуть посильнее Делает отталкивание В конце грибка Вот И его лодка Выходит вперед Очень заметно Но он сопротивляется Конечно и испанец Вот Осталось 750 метров Лучший результат В квалификации Имел Венгерский Каноист Ну вот он и впереди И вот сейчас Он уже Становится лидером За 150 метров За финиш Ну молодец Меньков Все-таки результаты Квалификации Закономерно Я имею ввиду Первые Центральные Три дорожки Да это лидером Итак Кто же Вайда Или Каль Бронзовый призер Олимпийских игр Либо Олимпийский Чемпион Афин Повторяется Во многом Финал Атила Вайда Атила Вайда По-моему Очень Сейчас Ну как сказать Меньше 100 метров До финиша И уже 5 метров В пользу Вайды Вайды Да уже корпус лодки И по-моему Давид Кальт Чуть-чуть Сбавляет Но Меньков Держится на Да За третье место Безет между Меньковым И канадцем Томасом Холлом И ее выигрывает Американский спортсмен Североамериканский спортсмен Канадец Да Ну четвертое место Узбекского спортсмена Это Вот Отдадим должное Молодому Спортсмену Из Узбекистана Атила Вайда После этой Олимпиады Его будут бояться Все Даже Олимпийские Чемпионы Многократные Призеры И Дэвид Кальт В том числе Ну а Атила Шандер Вайда Подтвердил Свой Чемпионский Титил Своё Лидерство В этом классе Последние пару лет Он Чемпион мира Последнего На километровой дистанции В Кануе Одиночке Ну И этот 25-летний Молодой Конечно же Еще Молодой Кануист Это Очень 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 Сильный Красивый Спортсмен С отличной Техникой Волевыми Качествами Я помню Он По дистанции Далеко Отставал А потом Выбирался И занимал Призовые места Вот мы Видим Темную Траурную Ленточку Это О ней мы еще Сегодня Поговорим В заезде На Кануе Когда на старт Выйдет Выйдут Двойки Ну Молодец Отличная Школа Венгерской Гребли На Кануе И вот Андреас Дитмар Поздравляет Отличный Результат И самый лучший Результат 3 минуты 50 и 4 десяток Секунды Хоть он Уступает Мировому Достижению 4 секунды Но В данном Случа Превосходство Очевидно Продолжение следует...